Здравствуйте! Вы смотрите экономический календарь, подготовленный для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В начале недели сразу два центральных банка огласят свои решения по основным процентным ставкам Федеральная резервная система США и Банк Японии. Первым опубликует свое решение регулятор страны восходящего солнца во вторник. Ожидается, что банк не предпримет никаких изменений и ставка останется в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. На предыдущем заседании Банк Японии также принял решение о продолжении смягчения монетарной политики. В заявлении регулятора говорилось о том, что в условиях крайне нестабильного экономического развития внутри страны и за ее пределами необходимо поддерживать позитивную динамику, появляющуюся на финансовых рынках, и предпринимать более активные действия для возвращения приемлемых темпов восстановления экономики. Решение в рамках прогноза может оказать позитивное влияние на укрепление доллара США против иены. Кроме того, Федеральная резервная система США обнародует свое решение касательно ключевой процентной ставки. Чтобы ускорить процесс экономического восстановления и удостовериться в том, что инфляция со временем не выйдет за рамки целевых уровней, монетарная политика, как ожидается, останется крайне мягкой. На своем последнем заседании Комитет по открытым рынкам решил сохранить диапазон ключевой процентной ставки на уровне от 0 до 0,25%. В настоящий момент ожидается, что текущие экономические условия, такие как низкий уровень использования ресурсов и низкий инфляционный прогноз в среднесрочной перспективе, приведут к тому, что крайне низкий уровень ставки будет сохранен как минимум до конца 2014 года. Тем временем в еврозоне выйдут данные по объему промышленного производства в январе. Согласно предыдущему отчету, уровень промпроизводства в декабре уменьшился на 1,1% в месячном исчислении и на 2% в годовом. Таким образом, данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что показатель в декабре снизится на 1,2% как в месячном, так и в годовом выражении. В январе, по мнению экспертов, объемы промпроизводства продолжат сокращаться в годовом исчислении – минус 0,7%, но вырастут по отношению к предыдущему месяцу на 0,8%. Это был экономический календарь, предоставленный компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!